Здравствуйте, добро пожаловать в наши ежедневные уроки Торы. Недельная глава Бэгар. Слово Бэгар это значит на горе. И начинается глава с того, что главу дали на горе Синай. Раша задает уже сразу вопрос, при чем тут гора Синай, почему это подчеркивается. И Раша говорит, что показывается, что всю Тору, все моменты Тору, каждую главу дали именно на горе Синай. То есть не писатели написали, не Май Шарабейн написал, все, что в этой книжке у нас есть, это все нам дали на горе Синай. Задается другой вопрос, почему в этой главе это написано. По идее, надо было в самом начале книги написать, эта книга была дана нам на горе Синай, в самом начале книги написать. То есть из этого слова, поскольку глава так названа, мы видим, что именно в этой главе есть что-то очень фундаментальное и важное. Поскольку в этой главе, именно в этой главе, сама глава на самом деле сравнительно короткая, 57 стихов. Именно в этой главе, если подчеркивается, что вот она была на горе Синай Дана, значит в этой главе заложено что-то очень фундаментальное. У меня был знаком, он родом, его семья была с Кавказа. Он говорит, вы знаете, вот отсюда мы видим, что все мугорские евреи. Видите, подчеркивается, что гора, да? Но именно в этой главе это почему-то подчеркивается, что все мугорские евреи. Теперь можно разные моменты в этой главе найти, которые действительно важны. Я хотел бы остановиться. Это 55 стих. Написано, что ибо мне сыны Израиля, рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли Египетской. После, в самом конце, поближе к концу, то есть сначала рассказываются законы Шмиты. Кстати, символично, сейчас у нас седьмой год, законы Шмиты сейчас есть. Другие законы, законы Египетской. После всего, Торо говорит, ибо мне сыны Израиля, вы мои рабы, я вас вывел из Египта. То есть логично, я вас вывел из Египта из рабства, теперь вы пришли ко мне, ставите вы моими рабами. Теперь, если вы, понимаете, вы, представьтесь, я делаю семинар, хотят познакомить людей, которые далеки от иудаизма, с иудаизмом. Я бы этот семинар не называл евреи-раб божий. Боже, оно как-то звучит, знаете, начинают говорить, что все мы, это слово вообще раб божий плохо, нехорошо звучит, поэтому я буду говорить, я буду говорить эвет даша. На святом языке оно лучше звучит, эвет даша, эвет, это дословный перевод, эвет даша, потому что называется раб всевышнего. Но само выражение вообще рабства, слово рабство обычно у всех нормальных интеллигентных людей ассоциируется с чем-то очень плохим. Официально ни в одной стране мира, конечно, никого рабства сейчас нету и так далее, хотя разные слуги ходят, сколько в мире на самом деле, по-статистически, сколько есть всяких рабов. Но слово рабство всегда ассоциируется с чем-то очень плохим, с каким-то нехорошим, уже более чем 150 лет назад в Америке, на Руси отменили крепостное право, то есть это что-то очень плохое. Поэтому, когда нам здесь Тора говорит в этом предложении, что все мы рабы, это только одно предложение. Люди обычно стараются его как-то быстро прочитать, вздохнуть, объяснить, ну понятно, конечно, это может быть образно. Я все-таки хотел рискнуть, если ты можешь сказать, посвятить все-таки урок вот этому, кому же мы такие рабы, как это объяснить. Я не стараюсь, еще цель этого урока не кого-то убедить, переубедить, что-то кому-то доказать. Я понимаю, что этот урок слушают люди разные, люди, которые почти все соблюдают, все соблюдают, люди, которые хотят все соблюдать, люди, которые ничего не соблюдают, люди, которые нечаянно не эту клавишу на компьютере нажали, и теперь они меня слушают. То есть я надеюсь, что слушают меня все, как говорил Остап Бенде, вы не в церкви, вас не обманут. Я просто хочу рассказать, просто поделиться информацией, и чтобы те слушатели, которые меня до конца дослуживают, просто подумали, что же действительно здесь происходит. Рабы мы, не рабы. Интересно, что в молитве, в Марии, мы говорим, очень интересную фразу, мы говорим, что Всевышний, там написано, что на свободу вечную, не просто вывел на свободу, хейрус ойлом, хейрус это свобода, и ойлом это навсегда. Так в Марии мы говорим, что все-таки Бог нас освободил, Бог вывел нас на свободу. Ровно месяц назад, месяц и один день, в Пейсах, мы в Пейсах отмечали, вчера было только Пейсахшение, значит, месяц назад мы отмечали Пейсах. Когда мы пили второй бокал, мы сделали тост. На первый бокал мы сделали кедуш, на второй бокал мы сказали, броху гоал и сроил, и там мы написали, что, мы сказали, мы сказали, что вывел нас из рабства на свободу. В этой бокалке вот этот тост был, что мы, вывел нас из рабства на свободу, в голос сроил, мы подчеркиваем, что мы да свободные люди. У евреев есть очень две знаменитые распространенные фамилии. Один из таких самых распространенных евреевских фамилий это Фридман. Что такое Фридман? Фридман на самом деле, на английском Freedom, на немецком это Frey, Frey это свободный. Да? Даже у современных евреев, на йидыше, человек, который нерелигиозный, его называют Фрай, он свободный. Человек, который религиозный, он Хаби Фрум, а из которого не реагирует, он Фридман свободный. Так в Фридман евреи, очень многие евреи брали себе фамилию Фридман, свободный человек. Еще еврейская фамилия Либерман, что Либерман тоже в Либерте, статую свободы, статую Либерте. Две еврейские фамилии, стататная еврейская фамилия Либерман и Фридман. То есть евреи, мы хотели бы стать свободными. Получается, вот Либерман, есть знаменитые люди с такой фамилией, политические деятели, Либерман. Так его фамилия, значит, Либерман, значит, его фамилия свободный человек. На самом деле, разница есть между Фридманом и Freedom, на самом деле. Это человек, который просто свободный, Либерман это освобождение. На самом деле, статую свободы, если бы дословно перевели на русский, ее надо было на самом деле назвать статую освобождения. То есть люди были в рабстве, люди были в плохих странах, и теперь их освободили. Так теперь мы видим, вернемся к евреям. То есть евреи, на самом деле, мы, да, свободные люди. Мы в Марьеве это говорим, мы подчеркиваем, надо разобраться, что мы, да, в Авдея-Лаке, мы, да, стали рабами Всевышнего, но все-таки мы стали свободными людьми, и мы это подчеркиваем, мы этим гордимся, что мы Фридом и так далее. Теперь, для того, чтобы понять, что происходит, на мой взгляд, надо сначала понять, что такое рабство, и что такое быть свободным. Интересно, что Моисей, рабейн, Моисей, он написано, когда мы говорим, «Шаббас мемолин, и написано, если Махмойши баат насха, в субботнем молитве мы говорим, что Моисей обрадовался своей долей». Если Махмойш баат насха, он радовался своей долей, потому что таки Эвет его Бог назвал рабом. То есть Моисе гордился и радовался, что Всевышний назвал его Эвет. Написано, «Эвет нема ты». То есть Моисе гордился, что его назвали Эвет, Эветаше. Теперь Моисе, кто такой был Моисе рабейн, Рамбам пишет что любой еврей на самом деле может достичь уровня Мой Шаробен. Мой шаробень это самый! Рожденный человек, а не ангел может достичь своей жизни самый единственный. Царь Соломон, например, был самым «умнимым». Был «хохом и голодным». То, что живой человек мог достичь — максимум это был Мой Шаробэнь. gramba пишет что, вы знаете любой еврей может достичь от уровня, это самый-самый куда мы равняемся и вот этот мой шарабей ну на которого мы все смотрим на котором мы равняемся он гордился и радовался что всевышний зал его это не можем что-то очень плохое если мой шарабейна можем что-то не понимаем здесь нужно что-то разобраться если вот этот мой шарабейну которого рамбом нам сказ всем равняться и стараться и так далее интересно у рамбом на могиле написано что от моиши домой что не было такого больше интересно что у рамбом на могиле такими рамбом назвали моиши моиша бай мамин так вот таки написали на его могиле шутки достиг но мы это равняемся и мой шарабейна был это же на просто разобраться что такое рабство что такое в дыше что такой свободный человек что такое освобожденный человек если вы посмотрите такой человек чем сейчас отличается от животным возьмете например всякие курицы курицы живут на ферме они живут не свободно не там курятники слят курятники всю свою жизнь опять никто у них интервью не брал может быть взяли у них интервью они может быть сказать но по идее они не сильно мучаются там сидят кушают там да все в порядке животный человек если взять здоровый нормальный человек мускай мы тебя будем короче что хочешь что-то хочешь закажите пожалуйста это называется домашний арест это называется домашний арест это тюрьма 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 среди не так-то плохо в израильских тюрьмах несколько лет назад арабы они сказали претензия им дает косточки не будет виноград без косточек читал газете там арабские заключенные не предъявили ну претензию что им дают память виноград с косточкой с косточкой мать и израильтяните сианисты на них деньги экономят и пиноград с косточками дают не могут нормально виноградом понимаете то есть ну хорошие то если пойти да если вы помните владимир ильич своей тюрьме там владимир лично чернильницы глотал с молоком тюрьма разная бывает но это тюрьма домашний арест человек ему говорят ты можешь ходить мы тебя даже будем кормить не будем давать виноград с косточками с косточками но ты сиди здесь это называется тюрьма человек страдает почему потому что это ракшин шампинкас приводит интересную вещь и мора приводит что когда всевышний создал 1 адама решен написано что он был величиной от одного края мира до другого на коц и лакоц он с одного то он согрешил его как бы всевышний уменьшен если дословно понимать ту геморру тяжелый геморр если дословно поймать с физическим вот физически такое огромное от одного края мира и до другого и и и так держи же и те животные были где все остальное как все же мы объясняем же пинкас объясняю что имеется ввиду что его желание быть это везде он мог смотреть он мог видеть и мог себя чувствовать он не был физически таким огромным но его желание он хочет быть везде и мы его дети любой человек нормальный ему хочется ему хочется свободно очень везде побывать ему рассказывают ему рассказывают люди люди лезут на скалы плавают куда-то пещеры лезет за что куда не хотят везде побывать сейчас что повезло сейчас еще телевизор есть да можно еще надо лезть может средств удобно сидеть и люди хотят маленький ребенок маленький ребенок бегать прыгать и вы не усадишь если нам машина при его не хочет машине если посидите возле окна машина едет посиду окна и смотрит почему он чувствует что что-то происходит маленький ребенок взрослый ребенок человек хочет быть свободно имеется ввиду что он хочет быть куда он хоть где он хочет куда он хочет идти где он хочет быть мы так созданы все вышли это не зависит евреи не евреи взрослый маленький мы так созданы и если у человека забирают эту возможность делать то что он хочет и бы где он хочет страдает него забирать его кладут какое-то пространство можно можно вот я тебе походить нельзя невыездные у нас было такое выражение выездные они могут мне даже другую страну не хотим нет это когда у человека забирают человеку человека если ему говорят домашнее ему делать домашний арест называется шум не свобод теперь если немножко на шаг вперед сказать из получается что зависели зависит свобода и не свобода это не от наслаждения то есть приводится интересно что если человек его даже дают он раб на котом там про праву кота большого целях его одевают хорошо и кормят хорошо он ничего не может больше делать вот именно вот эта работа которую он должен делать он не может последний работа с канла я пошел отдыхать дает и кормят хорошо и поют хорошо все но он раб с другой стороны ребенок или взрослый человек это рэп шайп шайф врач он был раввинов во франкфурте он пишет что человек который носит всю жизнь всю жизнь тяжелые булыжники и камни но это дело потому что он так хочет делать он свободный человек рассказывать представьте себе вас заставят каждый весь день с утра до вечера людям это самое нагибаться людям мерять ноги надевать туфли снимать туфли самое ужас а люди это делать хозяин хозяин обувного магазина он это делает ему доставляет удовольствие каждый каждый раз когда не покупают пару туфли это деньги правильно как-то как ну там свободный человек он он хорошо себя зарабатывает да и и с утра до вечера стороны посмотришь несчастье счастье все хорошо он это делает как свободный человек называется свободу если не дай бог наоборот он он обязан что-то делать даже ему хорошим это не свобода теперь мы определились что такое свобода более-менее что не свобода теперь когда евреи вывели язык в египте мы не могли мы мы должны были делать то что нам египтяне составляли нас дело потому вышли на свободу все теперь мы свободные люди теперь приходят все вышли и говорит представьте себя вы можете все что хотите я вас буду я вам бы вы можете делать все что хотите но только с условием что она вам не причинит никакой зла то есть пример сайт если там огромный кто-то поехал в объединенные арабские эмираты посмотреть на это высокие там это самый одно из самых высоких знаний мира и говорят я собой я могу все что дохода хотите я заплатил кому надо я могу и куда хочу что хочу круто здоров забираясь там на 73 этаж не а это сам человек заходит открывает окно заходит на этот подоконник и его свободный человек его нему не дали прыгнуть 73 этажа сейчас него забрали свободу да но театрически можно конечно поспорить да но на самом деле но он свободный человек если человек после жизни есть человек который может делать то что он хочет но только то что ему полезно и хорошо и так далее сказать что он порабощен где уже тяжело сказать мэдрэш очень интересный с мэдрэш прекрасный мэдрэш мэдрэш говорит морше лома до в доме представьте себе царь царь взял себе раба и говорит смотри я тебе попрошу вот у меня тут целый целый там сундук монет вот пустая коробка пожалуйста ты уже мне пересчитать все эти монеты заодно я буду платить по часам я тебе дам даю 50 шекелей в час я тебя плачу пожалуйста считаю сколько монет и все монеты которые считаешь это будет твои монеты хорошая работа да то есть ему говорят ты считаешь себе монеты тебе еще платят это сейчас сказать так он когда человек это ради себя делает сказать что он не свободны мы не забрали свободу ему дел ему разрешают делать ради себя то что ему хочется если человека запрещает ему запрещают я то что ему вредно это я не скажу забрать свободу если эти рыбы знаете если взять рыбу бросить его и бросить рыбу в реку как рыба в реке в воде правильно сказать но подождите теперь это рыба не может выйти на берег не может туда не может сюда рыба это называется для рыбы называется свободу вы не вы не нельзя скажем и утопили правильно выезд теперь все бедная рыбка вот первым в тихом океане да вот она хочет ну для нее для рыбы для рыбы быть называется свободе запомните рыбаки вы рыбаки его когда знаменитый диалог рыбаки вы когда римляне сделали очень много запретов и сказали что евреи не могут 4 вене могут это аркиплю за преподавать и он встретил одного еврея время говорит что что ты делаешь он сказал смотри если рыба если рыба не может выжать в воде стонки она должна выйти нас на сушу торр нас так как вода когда мы в ту тору очень мы как рыба в воде как не завод опять таки скажу как бросает рыбу рыбу бросил рыбу вот скажу не утопил и забрал несу свободу это глупо и неправда всевышний теперь всевышний если мы верим ему тоже поговорим если всевышний которые все знают которые у нас очень любят который сделал все эти чудеса в египте чтобы нас вывести оттуда которая пообещал и аврааму и цехуяка подчеркивается как у нас любит мы взята привод на его дети мы его первенцы и так далее если выше надо еще для тебя вот это хорошо для это нехорошо мы тогда понимаем это не помним сейчас мы по этому поговорим и он говорит я тебя достаю я тебя достаю из египта тебе может я даю свободу я может я ты можешь делать любые митцы можешь зарабатывать можешь ты можешь зарабатывать то что хочешь но если что я не хочу чтобы ты себе бред дел опять-таки сказать что с одной стороны мы теперь стали а в джм и за теперь он нам ограничил да хорошо нам мы чем сказал что теперь не закушать свинину не заработать в субботу нельзя вот данные все эти вещи которые он нам говорит моим уверен что эти те вещи которые нам какую-то страшную каста куда страшный вред несут или это может быть физический вред и это может быть духовный если наша душа от этого страдает потому что мы этого не видим то что же бред тактики так если всевышний опять-таки всевышний который нас вывел из физического рабства когда мы не могли делать то что хотите но все тебе это может я что хочет и можешь служить может это место я не хочу просто я не хочу чтобы ты себе вредил я не хочу чтобы ты прыгал с от 73 этажа я тебя запретил это это человек с одной стороны получается мы стали полностью свободную с другой стороны дамы а в джм мы 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 служим всевышним и теперь начинается очень интересный момент до момента сначала надо поверить всевышним что у нас таки любит потому что тяжело помать и когда человек он привык что-то кушать он привод как-то же это нельзя это затем говорят что это плохо ну как мне горит искать ну вот я реально вот человек говорит что я вот работал в субботу я заработал вот эти деньги вот эти деньги но где что плохо я держу это хорошо если да и чем больше тем лучше правильно и то же самое седой то же самое теперь если мы всевышним уверен если мы верим что если вышли мы его верим тогда тогда мы понимаем что как маленький ребенок маленький ребенок который думает что есть злой папа мама злой папа мама не разрешает я вот три шоколадки съел хотел четвертую скушать мама с поймала этом самое накричала на мечу и жалко вот эти жадные родители ну вот у моих знакомых и мама папа все разрешают да и потом они опять-таки маленькие дети они нас не понимают все все мы были маленькими детьми многие из нас стоились у нас есть дети и внуки и правнуки мы понимаем что мои дети и не понимаешь и мама и папа не дают шоколадку четвертую пятую шестую не потому что они жадные я в этом же не не хотят уже не хотят они ради нас это делать такси вышли иногда надо привык свежим по отношению к нам тоже самое интересный пример я недавно слышал я слышал это вот мордахая рубашка мордахая рубашка написал целую книгу в американских знаменитостью я в тюрьме выпустили неважно в книжке написано 4 снова мир он летел один спешил он работа 33 часа от своего дома и он опаздывал перед шаг этим кипуром и он взял вертолет на вертолет когда у тебя на вертолете он разговаривался с пилотом и это зачем это зачем а зачем вот этот прибор он говорит что этот прибор показывает или мы летим вверх или мы летим вниз так можно засмеялся тебе нужен специальный прибор понятно что мы летим вверх или ты не видишь летишь ты вверх или вниз так он говорит что сейчас просто все видно действительно видно но когда туманно или когда в тучи и самолет летит и не видишь это не чувствуешь я читали стиль на читах когда израильский пилот он потерял летел страшно с огромной скоростью или не помню подробности но вдруг он почувствовал что он не знает куда он летит улететь с огромной скоростью на этом самолете на военном самолете и эти прибор там прибор отказал и он летит и он с ужасом понимаешь или он сейчас наберет высоту и спасется или у нас этой огромной скоростью сейчас врежется в землю и уничтожил летит так все вышли на мы умные люди вы можно что мы знаем вы знали вы не будете рассказывать не вы расскажете что хорошо что нехорошо я знаю что хорошо вы мне будешь рассказать что вкусно что невкусно вышел все вышли из когда ты может думать что ты летишь ты летишь ты далеко полетишь там окажется там окажется что твой прибор неправильно показывал ты думал что ты летишь вверх а потом к сожалению люди узнают что не летели не ту сторону обидно так сегодняшний просто нам сказал что иногда вы дети вы маленькие дети конечно очень умно меня у вас все еврейские головы слава богу евреи все умные мы гордые мы самые самые умные самые но всему я расскажу как надо все-таки жить тут происходит следующий допустим я уже поверил всевышний я верю всевышний понимаешь я тут начинается очень интересного поскольку яский человек как любой человек я люблю покушать люблю поспать люблю отдохнуть пойти на пляж тогда возможна быть ситуация когда человек знает что для него хорошо но не можете заставить это сделал скажут истории поисок он сказал очень интересную историю когда был один очень богатый человек и он очень жадный религиозный человек богатый очень жадный никто не ходил даже не собирать на месте богатые люди к ним ходят с долгой собирать на ему кто не хотят с одного никого не давал да но никого ничего не давал и он составился уже видно было что ему не так много осталось и один лавин пришел к нему чисто и опять-таки из из хороших соображений много смотреть ты жизнь прожил никогда всю жизнь только звуку не давал давай сейчас очень многие люди особенно богатый перед смертью они там какой-то фонда открывает какую-то большую интересно обычно нельзя давать больше там 5 части человек перед смертью может дать даже больше чем 5 часть потому что предсмерть он уже он идет далекое путешествие ему нужна помощь то его знает что там будет поэтому перед смертью можно больше половины дать и так далее и пришел к новин к этому богачу и искренне опять-таки я даже не уверен на свою какую-то ишиву собрали просто он сказал слушай здравствуйте правде в глаза у тебя не так много осталось давай и он дал чековую книжку выписал чек я не помню 50 или 500 долларов в любом случае для него понимаете он дает муравьи на чек вот давайте сделаем даже 500 человек кто там там у него было нуле и столько и на не смотреть на этот чек и говорит там янка не знаю кузовый янкл куда ты их экономишь куда ты их экономишь куда ты их что ты он говорит треба она и даже сказал треба у меня голова говорит что надо сердце надо рука не слушаться он не мог действительно реально перед смертью он так именно сказал ребят дэхарт свелт он дэхан кэнс угощи будет сердце хочет и голова на еще надо я не могу выписать столько денег он с этими деньгами будет да знаменитый еврейский анекдот когда богатый человек перед смертью завещал что когда его похоронят все деньги положить гроб все его деньги положили гроб завещание завещание дети со слезами на глазах не помещается денег слава богу много не помещается шли крови ну подумал знаете же выпишите ему чек смешно на же мы долго жили чтобы у нас было много денег правильно но человек иногда хочет быть хорошим он уже на следующий он уже он уже летит он уже знаю куда надо лететь ну непhard его знаю что бог папа посчетを нам надо я хочу быть хорошим я не могу заставить я бы хорош и когда люди я не могли я хочу что-то скушать я знаю что не надо мне это кушать я хочу куда-то с кем-то поговорить я знаю же не надо мне с ним разговаривать об этом или куда-то посмотреть или куда-то сходить или куда-то я тебя не могу контролировать так здесь приходится еще все еще следующий этап из мишна пирке вот в любом сидуре из парке вот рекомендую хорошая книжка там 6 главе 6 глава пирке а вот рами что написано после ки когда бог дал скажи ализавета написано что скажали были на слоте на никого были выцарапаны были на камни не были харут хай хайруса лолух не были быть царапаны на хорус они были выцарапаны на камни и там игра слов потому что свобода и выцарапанучи похожие слова на своем языке хорус хайрус и конечно говорит на самом деле намек что знаете кто-то человек свободы или хобин хайрин нету свободного человека только кто ручит меч на говорит что есть на эту самую свободный человек бен хорин настоящий настоящий ли берман и фридман которые действительно свободны только ты учи то потому что тоже следующее потому что возможна ситуация когда человек уже даже хочет быть хорошим он себе не могу контролирует человека который нужно говорить я которая действительно у чит оры крыла его приучают служб он такие настоящие бонхоире он таки настоящий свободно чек он таки может я то что хочет делать он не поддается там всех все делаю так конечно понятно что не самое хорошие все же делали все что я буду белой вороной я знаю что не хорошо ну понимаете я знаю что так уже судьба сложилась я уже так родился теперь можно уже все чертю себя не контролирует он не свободный человек может его фамилия конечно ли берман он конечно и он кормишь я что я вот я вот не говорите мне что делать сами он он не свободно я свободно человек который учат ору например он таким настоящим свободный человек интересная история из первых рук и не тогда рассказали на жена была синагоги на шаббе но встретила женщин там женщина приехала из из бруклина просто разговорились и она рассказывает и женщина то есть у них хасидская семья у них уже есть некоторые дети которые уже замужем женаты там младше по моему там где 12 лет обычная семья очень очень короче интеллигентно папа такой с пейсами страйм замечательная семья и она рассказывает что ты наверно знаешь у меня дочка одна из дочерей проблематично нас к такое слово с проблемами что значит проблем вместе с обезьяния религия на как у нас как немножко отошла немножко сошла с рельс да мы не давали не та тема которую надо с родителями обсуждать да что именно надо делать что она не делает . хорошая резкость не бывает сожалению сейчас 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 и бывает ситуация когда в семьях хороших семьях дети не всегда идут не всегда едут на тех же рельсах на которых родители должны были и она рассказывает про свою дочь что это дочь на самом деле на го смотри вот у меня дочь на самом деле я чувствую что она хочет быть лучше она не хочет быть такой как она есть за какой-то это ушла что там не получилось на ушла теперь на самом деле она хочет быть не такой на не контролирует себя и я не расскажу историю чтобы та женщина рассказывать на жене что на прошлой неделе моя дочь мне звонит и мама ашем лавзби ашем меня любит несколько мы это знали ну просто чего-то друг то наша меня любит я она работа это делать . девушка работает в офисе медицинском офисе секретарь офиса одевается как обычная девушка которая не все соблюдает и на днях пришел к ней дизайн офису и говорит знаете завтрашнего со следующей недели у нас в офисе тоже называется дресс-код у нас форма одежды то есть есть определенные правила по которым все рабочие наши в офисе должны одеваться определенно каким-то форма одежды как несколько это форма одежды поэтому все в нашем офисе неважно уборщица не уборщица евреи не евреи кто если вы работаете в нашем офисе вы должны покрывать закрываешь ну локти были покрыты там спереди чтобы вы должны все хорошо так заняты дочка маме и говорите я же на самом деле так и хотел я не могла себя заставить она уже привыкла одеваться как нормальные люди жарко ж на улице понимать нужно уходить как пингвины как эти самые шерстяных что даже невозможно посмотрите на я хочу сходить как нормально она все-таки она все-таки из хорошей семьи на все-таки понимала и на маме искренне сказал что я на самом деле хотела вернуться и надеваться ну я не могла себя заставить а тут надеюсь эта работа ну если же босс сказал не буду работу терять правильно так она в маме позвонила и говорит смотрите как меня ашем любит ашем не помог ашем не помог делать то что то что мне надо делать понимаете слава богу что умная девушка которая поняла что произошло то что происходит ну гейбаска вот меня заставляют порабощение вот это ненормально она дошла уровень она понимает что хорошо она чувствует что хорошо но она не могла себя заставить и бог помог действительно это разница тоже следующий уровень разница между действительно полностью свободным человеком и человек который думает что он с тобой то есть человек да мы вышли то есть на самом деле мы не мы не фридман фридман делать что хочет мы вышли в фрейм мы никогда не были привлечены делать что хочешь когда хочется это же либерман выберти мы были рабами нас освободили и тебя нас направили просто нас выпустили иди гуляй куда хочешь но все выше нас вывел из рабства и перевел другое измерение и мы хотим нам разрешили делать что мы хотим да нас освободили причем просто так и собой есть такая страна в африке называется либерия маленькая страна мы находимся в центральной африке вы на ней вы не мало что слышали так либер называться либерия одна из первых африканских стран которая стала свободы на какой-то году это было и вилка карта а при на четыре страны только свободны там египет южная африка это либерия если не ошибаюсь марокко все страна была там французские колонии португальская корония там все с этом зажим от было вот это либерия первая страна который вот она освободили беря освободилась никуда ни где они сейчас отъезд их уже нет их да они освободились и что-то не вы не слышите до что дальше из вас вывели до вас освободили до вас освободили бывает такое бывает знаете из зоопарка да извиняюсь я сравниваю евреев с животными зоопарка если взять животное которое выросло в зоопарке все да просто выпустить его на свободу но не сможет существовать так евреев выпусти не просто сказав что теперь время это свободны свободны где-то что хотите хотите там прыгать и убиваться делать и что хотите пожалуй не то что все вышли то что он хотел свыше нас освободил освободил у нас направо нам дал тору теперь что теперь нам делать а теперь очень интересно мы сейчас находимся между пейсахом и шавотом пейсах это называется хайрусейну зман хайрусейну время хайрут это освобождение шавот это зман когда нам дали тор зман матен та ресейн это то что произошло в пейсах месяц назад всевышний открыл до день ворота египетские из египта не за всю историю египта ни один работу не сбежал открыт так спейсах это была свобода нас освободили на сразу повели просто нас освободили иди гуляй где хочешь эти 50 дней между пейсахом и шавот мы на прошлом уроке обсуждали сфера с вами на каждый день считаем поднимаемся нас из свободы повели сразу зман матен тресейн и шавот чтобы дать нам возможность во первых нам дать возможность знать что надо делать куда лететь что хорошо для нас что плохо как же что законы между человеком человек сколько я запрет не воровать не неплохое не говорить не мстить если люди живут по этим законам жизнь лучше просто жизнь люди лучше в этом мире мы не говорим про велики там в том мире ангел это все в этом мире человек тоже по закону тура нормально нормальные отношения с семьей с соседями он в этом мире лучше живет и и другие всемицы им дали во первых правила как надо жить и то что мишна гайперки а вот им дали возможность теперь это соблюдать они не рабы своего тела мир мир вы своих желаний что я хочу кушать я должен кушать не могу себя контролировать да им далее вот это зма так от песаха до шавота это то время которое мы тебе должны работать учиться как теперь все соблюдать выйти вот этот выход из египта от марта хэрю сэй зма хэрю сэй ну и мы идем зма хэрю сэй ну когда нам дают нам дают теперь действительно тор то есть мы тебе да еще раз мы какие-то свободные люди то есть одно я хочу закончить с одной стороны мы да свободные люди мы свободны с другой стороны в идеале самый идеал это быть эвэй да шэм полностью что что шэм потому что значит я тогда знаю что я делаю самое хорошее если взять опять взять даже человек который искренне считает религиозно я соблюдаю все все соблюдаю я ультер-эртодокс сказать ну слушай если прийти к мужчине сказать нет если бы тебя предложили превратиться в рабхаем каневского готова или нет бесплатно если женщина превратится в рэбетсон они уже покойный дай на долгий год женщине приходит женщине сказать такой что джебетсон каневский я хочу объяснить конец он кушал не так-то много же площадь у него была скромненькая мебель было нефти если машина у него было какой марки никакой да сидел это самое но если по уровню ком был эвэй да шэм он был значительно больше эвэй да шэм он почти как он не был не у меня не дошел до уровня мощь рэбэй ну почти почти каждую секунду он делал то что от него хочет ашам это значит что максимально дело то что для него лучше если это то что хочет ашам для него лучше всего если вы чего так почему человек не сразу скажу конечно хочу конечно потому что мы немножко мы ничего не свободны человек это действительно полностью свободный и не чувствуешь я должен он так и конечно скажет да конечно я в этом мире я пришел этот мир чтобы быть эвэй да шэм чтобы дешевле для меня самое хорошее было если ашам сказал что для меня это лучше чем это конечно надо это делать если сам ашам говорит что это лучше какое почему себе не нет не сразу мы не почему сколько знакомых и сколько людей которые мы бы хотели мы они немножко себя не контролируют уже в идеале если человек подумает вздумы если наконец-то для вас слишком уж я что загнул до возьмите раввина своей синагоги если вас есть и на год если у вас нет из других человек который выше вас и вы искренне знаете что он он живет более правильно чем я живу и подумайте почему я не почему я не он почему вот я знаю реально вот есть человек я знаю он живет более правильно чем я честно сказать я ему это говорить не буду но я-то знаю а почему это кто меня останавливает то мне не дает жить как он то мне не дает молиться если они молю стами не дается для кашу здесь они собирают я немножко я не если они контролируют поэтому тору чем больше чеку 4 чем больше человек пытается тема спроса действительно настоящий liberman фридма свободный человек и тогда он становится и выдашаем да он становится полностью соблюдать что от него чем хочет это в идеале мощь рабей но мы еще рабей ну это наш идеал он так и было в даже я немножко практически давайте наши же не день на главе просто практически это происходит очень интересно наши не на главе написано когда был 50-й год пишешь на протрубить шафар перейдем кипура 50-го года трубили в шафар причем просто которую у нас не будут любят шафар просто один раз дальше пар я знаю что им кипур закончился в видео и был 50-й год трубили там именно как даже шона такие я тру а шварим какой смысл этого отрубления хину хину говорит два объяснения одно объяснение что в этот год освобождали всех рабов если у вас были какие-то рабы всех надо было собрать это очень тяжело а вот как мы этого не знаем у нас рабов нет если говорить о физических нормальных рабах если у вас есть еврейские рабы на блог свои кстати себе те люди которые там есть помощница озеро клининг и и я все на всех освободить тяжело так теперь всевышний специально дает эту миссу когда все это делают это легче трубят шафар 347 и вместе давайте протрубим шафар мы всех освобождать она легче одной стороны когда все делают плохо люди надо тенденция делать со всеми плохо здесь сторону помогать иногда когда ты себя не контролирует тебе тяжело сделать ты знаешь и так надо сделать но тяжело себя заставить когда ты с другими это делаешь это помогает ты здесь у кого-то опять-таки кто-то послушал эту лекцию прослушал я еще хотел бы исправиться на такие самые скажу тяжело так один из хороших умных советов если вы в среде и другие люди тоже делают что-то хорошее не среди где люди тоже хотят уже вас будет целый клуб люди которые хотели не надо такую среду где такие люди действительно растут ходят продвигаются слушают уроки так вам тоже будет легче вместе со всеми со всеми прийти на урок прийти на молитву тяжело им тоже тяжело вот смотрите вот они делают в этой среде наш первый урок нам тора говорит что надо это делать второе объяснение тоже очень интересное объяснение почему человеку действительно тяжело отпустить дробал суждать деньги у меня там плантации у меня то все у меня всех отпущу так трудача фар точно так же как прошу шану трудача фар шашан это судный день прошу шану бог нам говорит сколько у тебя будет денег сколько все будет я напоминаю уже что ты переживаешь это что тебя зависит от бога все зависит если бог сказал что так надо делать это дело а бог поможет шмита весь год шмиты вся тендельная глава посвящена бог говорит если переживать будет не переживать я вам шестой год дам двойной урожай есть там будет 6 50 год рядышком я на три года дам урожай всевышний хочет показать людям и в израиле и происходило и теоретически это такие так оно и было реально даже в наше время очень много историй опубликовано когда действительно и фермеры которые соблюдают шмиты у них они видели это благословение как одно на трубят шапар как прошу шону и грани я тяжело я понимаете тяжело бы уговорит но вспомни про шашон вспомни простудный день все от бога если ты правило такое если ты будешь вместе с богом и бог будет мистец тобой затем два эта реальных собой на реальных советов во первых если дело смысью со всеми тебе это легче 3 напросто думаешь если ты делаешь правильно я ты знаешь даешь прав и знаешь ты поступаешь прям вот нужно тебе помочь тоже тоже какая то девушки эта девушке он помог нашей истории она хотела на постой не могла бога и помог человек если она хочет и пытается и не теоретически конечно хотелось бы деньги что же хочется зарабатывать искренне хочет богу ему поможет поэтому еще раз двух словах наш то что мы все это недельное голову обсудили почему же с одной стороны мы написано что мы и ведь мы обводим мы доводим и рабы всевышнего это подчеркивается мощный обмен этим гордился с другой стороны мы говорим что мы свободные люди бог нас освободил то что получается человек свободный человек когда он может делать то что он хочет его им его никто не контролирует его даже его личное тело не контролирует он если он хочет что-то делать он делает и надо просто поверить и согласиться что всевышний знают лучше нас что нам хорошо я привел пример когда самолет вы хотите знать вы летите вверх или вниз так все вышли вам это дело во всевышний говорит что хорошо и тогда настоящий свободный человек который если хочет он делать все что он хочет а ну если он хочет что-то плохое это добру не приведет но он знает что хорошо и он хочет это хорошее дело и он вся контролирует это делать как называть это самый максимальный человек может достичь действительно чтобы быть и вид и видошем что мы действительно достойно опять-таки брамов говорит что мы можем достигнуть у каждого человека пока мы живы значит мы еще не достигнем если человек уже все закончено сделать у всех если вы очень религиозно если не очень религиозно вы хотите вы надеетесь вы пытаетесь надо во первых понять куда мы летим собраться силами и постараться на этим работать на это нам до нас жизнь что мы действительно что мы все удостоились чтобы написано что че всевышний хочет нам помочь вышли нам за ручку как маленького ребенка который учат ходить всевышний нам просто надо показать свое желание дай бог что действительно когда все евреи действительно начнут делать то что мы должны делать всевышний исполнится свои обещания про машеяха про возвращение в землю обитаванную да бог что мы действительно дожили в мегей рыбе мей на омень всего хорошего